Новорожденные и спумизан, для снятия коликов, польза и противопоказания. Кому-то они помогают, а кто-то бессилен перед этой напастью. Сегодня проведем обзор популярного лекарства и спумизан для новорожденных, как и когда применять и есть ли другие, не лекарственные. Средства, побеждающие колики. Первые месяцы жизни малыша очень часто сопровождаются таким неприятным явлением, как колики. Что только не делают любящие мамочки, чтобы облегчить страдания своего крохи, в ход идут народные средства от бабушек и дорогостоящие препараты. Испумизан для малыша, зачем он нужен. Малыши после рождения постепенно привыкают к новой среде, особенно чувствительно ко всему новому откликается пищеварительная система. И далеко не всегда проблема связана с неправильным питанием кормящей мамы, как считают многие. Будучи мамой новорожденного младенца, вы можете часто видеть такую картину, ребенок начинает внезапно кричать и выгибаться, плакать. Иногда его очень трудно успокоить, поэтому мама готова использовать любые методы прикладывания к животу. Малыша теплой пеленки, отпаивание укропной водичкой, дать лекарство. Наверняка, вы много слышали о препарате Испумизан для новорожденных. Его позиционируют как натуральное средство, которое помогает наладить пищеварение ребенка и избавить его от неприятных ощущений и коликов. Лекарство работает по простому принципу, его активный компонент разбивает скопление газов в кишечнике, при этом, оно само выводится из организма полностью и тем самым практически не влияет на него с химической точки зрения. Стоит отметить, что гарантий того, что препарат избавит малыша от коликов, производитель не дает. Подробнее об этом смотрите в моем видеоуроке про колики у новорожденного. Читаем инструкцию, как применять. Инструкция по применению Испумизана для новорожденных гласит, лекарство представляет собой эмульсионный раствор молочного оттенка. С привкусом банана, дозировка может быть разной, но мы возьмем ту, которая подходит самым маленьким, 25 капель, однократная доза Испумизана, которую можно отмерить специальным колпачком. Это не очень большая дозировка, которую можно легко отмерить, не применяя шприцы и мерные ложки, эмульсию добавляют в сцеженное молоко или смесь, если речь идет об «искусственниках» и дают ребенку. Малыша можно напоить из специальной ложки, самого мерного колпачка или воспользоваться пипеткой, шприцем, Испумизан, один из немногих препаратов, которые можно давать крохам с первых дней жизни. Показания к применению, когда давать. Метаболизм и колики – вот основные показания к применению лекарства Испумизан для новорожденных. Эти неприятные явления возникают из-за того, что в кишечнике собирается много газов, которые не могут найти выход. Многие детки трудно переживают первые месяцы своей жизни, а потому любое напряжение в желудке или кишечнике вызывает у них сильное беспокойство. Важный момент. У деток, которые находятся на искусственном вскармливании, колики случаются чаще, чем у тех, кто питается маминым молоком. Задача мамы – постараться сохранить грудное вскармливание, чем дольше, тем лучше, и кормить грудью правильно, читайте актуальную. Статью, как правильно кормить новорожденного грудным молоком. ИДЖИТИ, ИДЖИТИ, ИДЖИТИ подмигивающее лицо. Считается, что препарат Испумизан выписывают в тех случаях, когда кроха долго плачет каждый день, по вечерам не может успокоиться. В реальной жизни мамы начинают давать это лекарство с первых симптомов колик, не дожидаясь, когда малыш заревет. Также есть нетипичные, то есть редкие случаи, когда Испумизан тоже эффективно помогает. Синдром Римхельда – желудочно-сердечный. Синдром – аэрофагия, заглатывание воздуха при приеме пищи и как следствие – отрыжка, химическое отравление чистящими и моющими. Средствами – обследование органов пищеварения – препарат хорошо обволакивает полость брюшины и помогает сделать более точные снимки. Испумизан – не единственное средство, которое активно предлагается для устранения кишечных коликов. О других средствах читайте в статье «Лекарства от коликов у новорожденных ИДЖИТИ, ИДЖИТИ, ИДЖИТИ». В этом нет ничего удивительного, компании-производители этих препаратов получают многомиллионный доход, поэтому поддерживать и продвигать теорию о том, что от коликов можно избавиться только при помощи лекарств, выгодно для них. Помочь ребенку можно и иными, доступными каждому способами. Для начала нужно понять, что причиняет вашему ребенку беспокойство. Вспомните, что происходит с вами, когда вам страшно или вы волнуетесь, сердце уходит куда-то вниз, хочется съежиться и стать невидимым, начинает болеть живот, расстраивается кишечник. Точно так же все происходит у ребенка. Чтобы помочь малышу, нужно изменить способ ухода за ним, не допускать перевозбуждения, стараться не ходить в шумные места, временно. Не приглашать гостей, соблюдать режим сна и бодрствования, держать на руках и носить правильно, соблюдать правила успешного грудного вскармливания. Подробнее о том, как безопасно, естественно и просто победить колики, смотрите в видеокурсе «Мягкий животик». Как давать испумизан грудничку? В инструкции к лекарству испумизан написано, что его добавляют дозированно при каждом кормлении в бутылочку с питьем или дают до грудного вскармливания. И после него, напоминаем, что разовая доза – это 25 капель, их даже считать не надо, ведь для этого есть специальный мерный стаканчик. С одной стороны, препарат испумизан считается абсолютно безвредным лекарством, но, наверное, эксперименты над собственным ребенком. Никто не хочет проводить, поэтому придерживайтесь рекомендаций и не превышайте суточную норму 5 разовых доз. Средняя цена препарата – 250 рублей. Сколько стоит испумизан, можно узнать в аптеках вашего города, ведь в разных регионах России стоимость может различаться. А как же противопоказания и побочные явления? Препарат испумизан нельзя применять, если у малыша наблюдается большая чувствительность к активному компоненту лекарства. Есть высокая чувствительность или непереносимость одного, нескольких веществ, которые входят в состав лекарства испумизан. Существует проблема непроходимости кишечника, имеются обструктивные заболевания желудочно-кишечного тракта. Возможной побочной реакцией на прием препарата может быть аллергическая реакция, проявляющаяся в виде сыпи или покраснения кожи ребенка. Если такое произошло, надо прекращать прием лекарства. Мамино слово, сравним отзывы. Вот какие отзывы по применению испумизана оставляют мамы, Юлия, мама Макара, Ольга, мама Ильи, Анастасия, мама Веры, судя. По отзывам, большинство мам не смогли в полной мере решить проблему коликов у ребенка с помощью испумизана. Конечно, право каждого – попробовать самим, но тем, кто не готов экспериментировать со своим крохой, советую изучить альтернативные методы. Как консультант по грудному вскармливанию, я считаю, что медикаменты – не единственный способ помощи ребенку. Иногда бывает достаточно изменить уход за ним. На данном сайте много полезной информации, в том числе платных программ. Выбрать и принять участие в любой из них достаточно просто. Будьте здоровы и счастливы в своем материнстве. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!